иисус самый главный на этом месте амэн приветствую кого-то скажи ты правильно сделал что пришел сегодня слышит слово божье и присаживайся спасибо дорогие аллилуйя аллилуйя иисус достоин всей хвалы амэн знаете дорогие друзья бог все держит под своим контролем и может быть мы как люди еще не до конца видим результаты нашей веры результаты наших молитв но я хочу сказать что бог все держит по своим контролем пульт управления у господа и он переключает каналы представь господь даже землю сделал круглой и это работает на его славу ты наверно никогда не задумался данным таким откровением но в результате того что земля круглая имеет часовые пояса в результате того что мы с вами сегодня сейчас только начали служение а в красноярске уже закончили мы здесь закончим а где-нибудь в аргентине начнут и так представляешь круглосуточно стоят верующие люди поднимают руки к небесам и говорят слава тебе слава тебе слава тебе слава тебе 24 часа сутки проходит поклонение господу ты скажешь а если вот вот и там и там и там замолкнут все на небесах ему поклоняться не перестанут поэтому дай богу большую славу большую славу аллилуйя я хочу кому-то сказать сегодня не важно в каком настроении ты пришел важно в каком ты отсюда уйдешь поэтому ожидай слышать от бога слова божья которая способна изменить твою жизнь амин и мне выпала сегодня великая честь служить и проповедовать я бы хотел сегодня поделиться на такую важную глубокую тему пожалуйста запишите или услышьте пшеница и плевелы или разоблачая религиозные мифы я не знаю наверно все мы каждый из нас однажды хотя бы в жизни где-то слышал такую народную такое народное выражение религия опиум для народа кто слышал сказать наверное все смотрели фильм 12 стульев там читали ильфа и петрова да и там на самом деле это эту фразу сказала ста бендер но автором этой фразы я дальше пошел оказывается был не аста бендер автором этой фразы был карл маркс был такой бородатый мужик который помните да карл маркс фридрих энгельс потом в их очейку вступил еще владимир ильич ульянов которому дали новое имя ленин и они втроем такое замутили по всему миру так вот когда карл маркс говорил эту мысль когда он озвучил эту фразу религия опиум для народа знаете что он имел ввиду в то время имя именно люди религиозные ну верующие люди так скажем да потому что в то в те времена не было разницы между верующими и религиозными людьми именно они мешали строить мировой пролетариат потому что они были но как бы опиум для народа почему он так сказал религия отвлекала их чтобы они полностью приняли идею марксизма и ленинизма но он даже не мог себе представить что в сегодняшние дни в современное время религия будет альтернатива живой вере представьте себе религия опиум для народа в нашем с вами протестантском харизматичном понимании когда мы говорим ну про кого-то или про что-то да это религиозник мы же не говорим что этот человек крутой мы говорим что ну типа религиозник и вот сегодня религия альтернатива вере почему религия она склонна к иллюзиям вера открывает правду жизни религия склонна к тому чтобы все идеализировать вера же говорит друзья жизнь как жизнь и нам нужно сегодня иметь правильное представление о какой-то вещи или о каких-то вещах религия дает нам знание о боге вера знакомит нас самим богом и послушайте неправильное представление о боге или неправильное представление о каком-то предмете и правильное представление это совершенно разные вещи религия тяготеет к иллюзиям и мифам вера живая жива делами и приводит к реальности и знакомит нас жизнью и говоря сегодня о разнице между религией и верой нам нужно быть верующими людьми чтобы быть знакомыми с правдой жизни смотрите евреи когда шли в обитованную землю они знали про обитованную землю бог сказал им я даю вам землю в которой течет молоко и мед и когда они подошли к обитованной земле и вот она кульминация вот берег реки иордан 12 цигледатаев и они отправились чтобы осмотреть владения которые им дал бог 10 человек имели религиозное представление они думали что они сейчас войдут в обитованную землю и там все за фри ну то есть халява плиз молоко мед барашек сам на вертела запрыгивает и жарится гроздья винограда но они столкнулись с реальностью жизни и увидели сынов винаковых представьте они увидели здоровых мужиков которые жили в этой земле и сами собирали там плоды они думали что они наследуют сейчас города но они подошли к иерихону и увидели толщину этих стен правда жизни была такой что оказывается обитованную землю надо еще захватить так вот религия когда нам говорят приди в церковь и все у тебя будет за фри полный лимонад и все хорошо сразу тебе все откроется и знаете а когда человек приходит религиозно представляя себе что на самом деле так будет а такого не происходит и приходит разочарование потому что религиозная иллюзия она не знакомит человека с правдой жизни а знакомит человека с мифами и вот те евреи которые пришли в обитованную землю религиозное представление о обитованной земле превратила их не в наследников а в изгнанников старое поколение люди которые имели религиозное представление они не вошли в обитованную землю но вошли люди нового поколения люди которые говорили да даже если в этой земле обитают великаны даже если такой толщины стены да чтобы там ни было с нами бог и мы эту землю возьмем амэн друзья мы новое поколение но не старое поколение и мы верим что бог дает возможности каждый день мы верим что бог открывает двери каждый день мы верим что бог отвечает на молитвы мы новое поколение мы живы верой а значит мы знакомы с правдой жизни и сегодняшняя обитованная земля это царство божье иисус сказал ищите же прежде царство божьего и правды его и все остальное вам приложится и нам с вами нужно иметь правильное представление о царстве божьем не религиозное представление не представление иллюзий и мифов но правильное представление о царстве божьем как выглядит царство божье давайте откроем матфея 13 главу и прочитаем с вами сорок первый стих пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие представьте себе мы читаем где-то в посланиях что царство божье это не пища и питье а мир праведность и радость духе святом и такое представление складывается что но нет великанов нет толстых стен ерехона нет проблем нет нужд нет ничего но на самом деле оказывается то в царстве божьем есть соблазны однажды бог пошлет своих ангелов и они их соберут то есть говоря о царстве божьем правильное представление о царстве божьем не религиозное представление о царстве божьем что в царстве божьем существует полярность есть и соблазны есть и плоды обитованной земли и давайте прочитаем всю притчу эту 13 глава с 24 стиха и над этим поразмышляем матфея 13 с 24 стиха другую притчу предложил он им говоря царство небесное подобно человеку посеявшему доброе семя на поле своем когда же люди спали пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел когда взошла зелень и показался плод тогда явились и плевелы придя же рабы домовладыки сказали ему господин не доброе ли семя сеял ты на поле твоем откуда же на нем плевелы он же сказал им враг человек сделал это арабы сказали ему хочешь ли мы пойдем выберем их но он сказал нет чтобы выбирая плевелы вы не выдергали вместе с ними и пшеницы оставьте расти вместе то и другое до жатвы и во время жатвы я скажу жнецам соберите прежде плевелы и свяжите их в связке чтобы сжечь их а пшеницу уберите в житницу мою иисус знакомит нас с реальностью царства божьего и первая мысль которую мы должны с вами иметь здесь видя из места священного писания царство божье для человека царство божье не сокрыто для человека царство божье доступно до чего для человека мы можем с вами живя на этой земле иметь царство божье амэн и и говоря о правильном представлении о царстве божьем здесь поймите вход в царство божье это рождение свыше когда человек рождается свыше у него появляется возможность написано царство божье внутри вас есть у него появляется возможность жить божьими обетованиями когда человек рождается свыше у него появляется возможность видеть исполнение этих обетований но следующее когда бог открыл человеку и он вошел в Царство Божие, Бог говорит, я не только хочу, чтобы ты там вошел в это Царство, чтобы ты еще и крестившись с Духом Святым, имел силу, имел власть, имел авторитет, и мог, ну это как дистанционное управление, написано, человек на поле своем, то есть у каждого из нас в Царстве Божьем есть свое поле, какое твое поле и какое мое поле, друзья, мое поле это моя жизнь, моя семья, мое служение, моя церковь, моя экономика, дети мои и будущее моих детей, то в чем я живу, Бог хочет, чтобы в каждую область жизни пришло Царство Божье, приходящее в силе, амин, чтобы исполнились его обетования, все, поймите, все Бог желает благословить, но здесь вопрос, написано, давайте прочитаем 24 стих еще раз, Он говорит им, Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем, то есть, ясно, мы с вами сеем добрые семена в свою жизнь, сеем благословения, молитвы, никто сам себе не желает зла, не занимается членовледительством, но дальше стих написан, когда же люди спали, пришел в раковую, посеял между ней, между пшеницей плевелы и ушел, откуда тогда появляются плевелы, откуда появляются плохие злаки, если мы с вами сеем добрые семена, откуда появляются злаки, которые не радуют нас, которые заставляют нас плакать, которые заставляют нас страдать, и сам по себе ответ, пришел враг человек, когда? Когда человек спал. То есть, в нашу жизнь имеет доступ и семена Царства Божьего, и имеет доступ также и дьявол. И что делает дьявол? Дьявол ищет человека, который спит, поэтому не спи на служениях. Амин. Бодрствуй. Уж поскольку пришел, так не спи. Толкни соседа, скажи, не спи на служении. Слушай, а то дьявол посеет плохие семена. Наше поле не рассчитано для сорняков, не рассчитано для плевел, наше поле рассчитано для добрых семян. Но эти семена, семена плевел, появляются, когда мы с вами не бодрствуем. Враг сеет, пока мы спим. Знаете, это похоже на то, как Давид, представьте себе, великий полководец, имел множество побед. Вообще написано, что во времена Давида он всех смирил, все народы смирил, всех врагов победил. И потом его сын Соломон уже строил храм в мирное время. И вот в один из дней, прекрасных, солнечных дней, когда очередные баталии были на поле сражения, ему и говорят его полководцы, послушай, пойдем с нами, мы сейчас должны победить вот эти народы. И он говорит, да вы идите, мне и так уже орденов, у меня вся грудь в медалях хватает. Я останусь дома. Придете, расскажете, что было. И когда они пошли воевать, а он остался дома, именно в этот момент он вышел прогуляться по стене своего дома и заглянув в соседний огород, увидел там красивую женщину, которую звали Версавия, соблазнился о ней и там, мы знаем, да, эту историю наделал кучу неправильных вещей. Он и ее к себе в дом пригласил, переспав с нею, и мужа убил. И вопрос, Давид, ты в этот момент, в это время должен был быть на поле сражения. Почему ты остался дома? Не бодрствовал. И когда он не бодрствовал, враг человек или дьявол посеял в его жизнь вот этот вот соблазн, и пришла беда. Дорогие мои, у нас есть время, когда Бог нас посещает. Какое это время? Я уже не говорю про воскресенье. В воскресенье у нас здесь полный зал. Но про среду. Друзья, это такое же время посещения Божьих служений. Это такое же время, когда Бог хочет благословить. Это такое же время, когда ты должен бодрствовать. Время домашних групп, время любых мероприятий, которые Бог говорит тебе в твою жизнь через твоего служителя, лидера ячейки, пастора. Это время, когда ты должен бодрствовать. И если мы с вами говорим, да я уже сто раз был на этих средовских служениях, я тебе говорю, не спи, и будешь получать благословение. Амин. Да что там на этой ячейке делать, вот там скучно. Послушай, сейчас мы семинары проводим, лидеров домашних групп. И мы говорим о творчестве на ячейках, мы говорим о интересе, о разнообразии. Сейчас на ячейках интересно, весело, благословенно и помазано. Амин. Поэтому приходи и посещай. Не трать время у телевизора. Обязательно включишь неправильный канал и услышишь не то. Как жена говорит своей подруге, говорит, ты знаешь, мой муж опять со своим четвероногим другом. С каким четвероногим другом? С собакой что ли? Да нет, у него диван четвероногий друг. Он постоянно лежит на нем и переключает каналы. Не переключай каналы, будь в программах Божьих. Амин. Бодрствовать надо. И когда мы бодрствуем, тогда дьявол меньше сеет или не сеет, когда мы с вами не спим возле своего поля. Что такое плевелы, друзья? Плевелы это убийцы. Убийцы наших плодов. Убийцы нашего успеха. Вы знаете, дьявол, он больше даже верит в то, что мы состоимся в Господе, нежели мы сами. Иногда нам, у нас приходят сомнения, ну вот получится, не получится. А дьявол, зная, кем мы можем стать, зная, какую судьбу великую Бог приготовил для нас во Христе Иисусе, Он хочет, чтобы мы не достигли этого успеха, желая этот успех убить. Смотрите, читаем. 26 стих. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились плевелы. Плевелы покушаются на наш успех, чтобы мы не имели в жизни результата. Давайте откроем Откровение 12 главу. Откровение 12. С 1 стиха. Явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы она, когда родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Дьявол покушается на то, может быть, сегодня маленькое, которое рождается внутри тебя, на те откровения, которые могут сделать тебя успешным человеком. Точно так же, как только что рожденного Иисуса искал Иуда, для чего? Якобы, чтобы поклониться? Нет, чтобы убить его. Точно так же, дьявол сегодня сеет плевелы в нашу жизнь, чтобы убить здравое, рациональное зерно. Вот почему надо не спать и бодрствовать. Дьявол покушается на наш успех. И я вам скажу, кого-то я хочу вдохновить сегодня. Если в твою жизнь приходят плевелы, то знай, это только лишь потому, что дьявол боится плода, который может в твоей жизни вырасти. Амин. То есть, наличие плевел, наличие каких-то вот таких вот неприятных моментов в жизни, говорит о том, что мы не идем под ручку с дьяволом в одном направлении, а что мы противостоим ему твердой верой, что мы делаем правильные дела, мы угождаем Богу. Амин. Дьявол всегда покушается на успех. Но я знаю, что всякое, все, что рождено от Бога, побеждает этот мир. И как здесь написано, и родила на младенца мужеского пола, которому надлежало было пасти все народы жезлом великим. Так все, что рождается от Господа, однажды победит этот мир. Амин. Но что делает дьявол? Давайте дальше прочитаем. Еще раз откроем Матфея 13 главу. 27 стих. Придя же рабы, домовладыки сказали ему, Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем появились плевелы? Если дьяволу не удалось убить твой успех, убить то откровение, которое Бог дал тебе, и ты все равно продолжаешь идти, продолжаешь служить, продолжаешь верить, то дьявол приходит и начинает врать. Господин, не доброе ли семя ты сеял? Меня всегда удивляют такие вопросы, когда, знаете, очень часто мы же ведь не можем все процессы в жизни контролировать. и если речь идет о воспитании детей, то я не могу контролировать время, когда он проводит в школе, когда он находится где-то, ну, не рядом со мной, не сидит со мной вместе в церкви. И так иногда бывает, что приходят твои дети и говорят тебе то, чему ты их совсем не учил. Бывает с вами такое? Когда они говорят тебе, папа, а вот, вот, такие слова еще говорят, думаешь, Господи, я так никогда не говорил, мама так не говорит, в моем окружении так не говорят. То есть, я в их жизнь эти добрые семена, эти плохие семена не сеял, я сеял добрые семена. Это говорит о том, подтверждая, что на этом поле и дьявол тоже приходит и может сеять. То есть, друзья, поймите, сон создал Бог, и мы не можем контролировать все. Когда возникает вопрос, почему люди в церкви ходят в церковь и потом смотришь, какое-то такое сделал, какой-то поступок ужасный. Или когда речь идет о том, что, да вот, давайте возьмем конкретный пример. Новое поколение. Почему из нового поколения кто-то уходит? Почему пасторы уходят из нового поколения? Почему люди уходят из нового поколения? Что движение стало другим? Откровения поменялись? Пастор Алексей стал другой? Нет. Но дьявол начинает врать. Вот, значит, у них дела плохие. Если там этот ушел, тот ушел. И вопрос, кто это сделал? Из-за чего это происходит? Я хочу кому-то сегодня дать ответ, друзья, все нормально. И с движением, и с пастором Алексеем все нормально. И если из твоей ячейки кто-то из людей уходит, и ты говоришь, почему так происходит? Ведь я же доброе семя сеял в их жизнь. Почему так происходит? Ведь я же служил ему, а он меня не услышал и ушел с тобой. Все нормально. Дьявол, враг, человек пришел и посеял. Ты в этом не виноват. И эту ложь нужно сегодня разоблачить. Амин. В конце концов, дорогие друзья, я хочу сказать, что пшеницы гораздо больше, чем плевел. Посмотрите, сколько сегодня человек ушло из нового поколения? Десять? Пятнадцать? Ну, пасторов пускай даже. А сколько есть? Сколько есть? А есть триста пасторов. Есть разница? Есть разница. Если дьявол приходит и начинает врать тебе, говоря, ну и что? Ты сеял добрые семена, ты служил, ты там все правильно делал. Почему в твоей жизни так происходит? Говори дьяволу и имей духовную оценку этих обстоятельств. Смотри, как сказал, ответил здесь домовладыка. Двадцать восьмой стих. Он же сказал им, враг-человек сделал это. Не я это сделал, это сделал враг-человек. Вы знаете, я хочу свидетельство рассказать. Я думаю, что это будет очень яркой иллюстрацией того, что в нашу жизнь, в нашей жизни сходят и плевелы, и пшеница. Я благодарен в своей жизни, своему христианскому становлению двум служителям. Я не побоюсь сказать, это два великих служителя. Пастор Сергей Синокосов и Маргарита Синокосова это люди, в служении которого я вырос и утвердился сам как служитель. Конечно же, я благодарен пастору Алексею за учение, которое он дал всем нам. Я думаю, что тысячи людей благодарны этому. Но есть в твоей жизни духовные родители, вы понимаете, о чем я говорю, которые верили в тебя, помогали в тебе, которые утверждали тебя, когда у тебя что-то не получалось, когда у тебя что-то ломалось, твой характер, там еще что-то, еще как-то. И на самом деле, вот эти люди, это два великих служителя, которые на моих глазах 15 лет служили самоотверженно Богу и людям. И тысячи людей встали возле них. И буквально несколько лет назад в их жизни была такая ситуация, когда они ждали очередного ребенка и все, плод развивался. И когда Маргарита родила, ребенок родился с диагнозом Дауна. Казалось бы, жизнь этих людей как пример для тысячи верующих людей. Бог благословляет их тем, что у них рядом команда, тем, что у них рядом церковь. И вдруг, знаете, как вот какая-то подлость, как откуда ни возьмись вылезал этот плевел. Такой диагноз. И вот он на руках ребенок. Что делать? И представьте себе, два года, два года Рита и, конечно же, пастор Сергей, они ухаживали за ней. Рита молилась. Да мы молились всей церковью. И знаете, сколько мы слышали всяких разных в их адрес реплик. Да это за то, что у вас то происходит, это за то, что вы тогда то сказали, это за то, что вы однажды вышли из, мы там были в другой церкви, вышли в новое поколение и так далее. И знаете, казалось бы, что делать? Почему так? Но я тебе скажу, они в этом были абсолютно не виноваты. Это плевел, который вылез и это посеял дьявол. Я хочу, чтобы ты не осуждался за то, что в твоей жизни могут быть такие обстоятельства. Царство Божье, оно полярно. И вера знакомит с реальностью жизни. Мы можем вступать с вами в противостояние с дьяволом. Мы можем видеть, как эти плевелы вырастают. Но знаете, человек есть то, что он ест. И ты питаешься со своего поля, на котором ты сеешь. И если бы кто-то бы вот это огорчение взял бы, вот эти реплики бы услышал бы, согласился бы с ними, то что делают плевелы? Послушайте, их абсолютно невозможно отличить от пшеницы. пока плевел растет, это точно такой же злак, как и пшеница. Но если он попадет тебе, и ты вкусишь его, ну, я просто читал в Википедии, написано, что он вызывает головокружение, дурман, тошноту, и потом смерть. Поэтому не дай Бог нам соблазниться о том, что в нашу жизнь вот эти плевелы вылазят. Знаете, это было два года из жизни пастыров Сергея и Маргариты, когда они верою продолжали служить, продолжали вести церковь, пастыр выходил и продолжал проповедовать с верой, вдохновляя людей, что Бог творит великие чудеса, и где-то там, знаете, где-то за спиной всегда звучит, ну, и творит Бог чудеса, Бог, о котором ты проповедуешь. И пусть Он сотворит чудо в твоей жизни. Дорогие мои, я хочу сказать, люди, которые за спиной говорят, они там и останутся, а нам нужно идти вперед и продолжать служить Богу. Прошло два года, два года, и знаете, так произошло, что их дочь, они назвали ее Ольгой, Оленька, она умерла. Конечно же, мы все скорбели, приносили свои соболезнования, все. И я помню тот момент, когда я пришел и говорил Рите об этом Сергею, и я видел глаза их. Знаете, когда потом Сергей вышел, следующее служение после этих событий, и он засвидетельствовал, он говорит, Бог дал мне переживания, которые он имел, когда умирал Иисус на Голгофском кресте, «Но я знаю, что она наследовала Царство Божие». И они не зациклились на том, что в их жизни вылез этот плевел, они продолжали служить и служить Богу. Поэтому, если в твоей жизни подобные плевелы вылазят, это может выглядеть по-разному. Знаете, у меня, я помню, мы в 2007 году поехали на служение, это была конференция российских церквей, приехали в Новосибирске, служил пастор Ансел Матабука, и он так сильно проповедовал, он пророчествовал, и потом он вызвал там многих людей, кто принес особенную жертву, и в числе этих людей был я, и он вызвал меня и пророчествовал мне, у тебя будет все новое, ты будешь служить, ты будешь посвященный служитель Богу. И представляете, мы едем с конференции, и вот, полные веры, полные пророческого помазания, полное Слово Божьего, осталось там каких-то 120 километров доехать до Красноярска, мы попадаем в жуткую аварию, просто в жуткую аварию. Когда после этой аварии посмотрели наш автомобиль, на котором мы ехали, и спросили, а сколько трупов было? Мы ехали втроем, мы остались живы, супруга руку сломала, я там побрился, вот знаете, так вот об лобовое стекло, еще паренек с нами был, напросился, говорит, я с вами поеду, вообще с ним ничего не было, жив остался. Машина в дребезги, мы врезались почти в лобовую в КамАЗ, представьте себе, КамАЗ с огромным прицепом, и мы попали прямо в бензобак второго прицепа, второго КамАЗа, если бы мы в первый попали, там где было топливо, то нас бы не было в живых. И знаете, после такого помазанного, грандиозного служения, после таких благословений и добрых посевов в твою жизнь, вдруг вылазит этот плевел, и сразу где-то подлый дьявол говорит, эй, домовладелец, а не доброе ли семя ты сеял, а? А не доброе ли семя ты сеял, ну где твой Бог? И знаете, иногда возникает прям волна негодования, что происходит, почему так? И когда мы молились с супругой, Бог сказал, послушай, я оставил, я отдал тебе, ну как бы, я даровал тебе жизнь, я защитил тебя, представь, если бы не было бы моей защиты, тебя бы просто не было в живых. После таких аварий не выживают, ну, разбилась машина, она все равно была застрахована, и нам дали денег больше, даже чем она стоит, понимаете? Но мы остались живы. Некоторые люди где-то на перекрестке в городе, мы ехали там где-то 110 км в час, и была такая авария, это жуткая была авария. Некоторые люди в городе на скорости 40 км в час попадают в какие-то аварии, и там исход, может, если не смертельный, то коллегами на всю жизнь останутся. А я все нормально стою перед вами. Я хочу сказать о том, что да, есть плевелы, которые всходят, и это делает враг человек, и мы не можем все контролировать, но не обращая внимания на плевелы, продолжай сеять добрые семена, и продолжай сеять пшеницу. Амин. Плевелы везде могут взойти. Представьте себе, в жизни Елисея, откуда бы, можно сказать, взялся этот Гиезий, который вот, рядом с помазанником, благословенный, но этот плевел зашел. Да что там Ветхий Завет? Посмотрите, посмотришь сегодня в Новом Завете в команде Иисуса Иуда. Откуда ты взялся, Иуда? Что это Бог говорил ему? Что это Бог сеял в его сердце семена? Нет. В его сердце сеял семена, враг человек. Поэтому первое, что нужно, это бодрствовать. И если даже вдруг эти плевелы взошли, не осуждай себя. Амин. Дьявола нужно разоблачить. И когда в нашей жизни есть и хорошее, и плохое, пойми, Бог дает возможность все добрые семена, все еще и поливая их своей молитвой. Амин. Я верю, дорогие друзья, что несмотря на то, что даже если всходят какие-то плевелы в нашей жизни, нам нужно обращать внимание больше на пшеницу. И когда мы говорим с вами о том, что наша жизнь это как поле, смотрите, нужно не давать место дьяволу для того, чтобы он сеял эти плевелы. Другими словами, тебе нужно позаботиться о том, чтобы даже если, когда ты будешь не бодрствовать и спать, и в этот момент придет дьявол, твое поле уже засеяно пшеницей. На твоем поле нет места, чтобы дьявол что-то смог туда посеять. На твоем поле нет места, чтобы дьявол мог протиснуться там куда-то. Поэтому обращай внимание на пшеницу, обращай внимание на то, чтобы продолжать служить Богу, несмотря на то, что в твоей жизни происходит. Однажды все решит жатва. Давайте дальше прочитаем 28 стих и дальше. Он же сказал им, враг-человек сделал это, а рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем выберем их. Но он сказал, нет, чтобы выбирая плевелы вы не выдергали вместе с ним и пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы и во время жатвы, я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Амин. Вы знаете, на каждом огороде сегодня есть свои плевелы. Если мы говорим с вами о новом поколении, у нас свои проблемы. В других движениях свои проблемы. На сегодняшний день статисты говорят, что самая мирная церковь, самая вот такая, вот знаете, миролюбивая в отношении к народу и государству это русская православная церковь. Ерунда это все. Просто они не говорят о своих проблемах. Это у нас кто-то пукнул за углом и мы уже оооо, такое произошло, такое произошло. А они просто об этом не говорят. Где-то там просочится средство массовой информации, какой-то там слушок недавно просочился, что митрополита этого патриарха Кирилла хотят отлучить от церкви. Ну, короче, там шесть пунктов выставили, но мы не читаем, об этом они не говорят везде, на каждом углу. Знаете, проблемы, плевелы есть везде. Только кто-то обращает внимание на плевелы, рассматривает под вот такой вот лупой, а кто-то говорит, да я лучше буду усеять больше пшеницу. Недавно одного из таких, знаете, всемирных служителей его сына поймали или разоблачили там, я не знаю, как хотите, что он где-то принимал участие, там, спал с мальчиками и все такое сегодня, это популярная тема такая в Штатах, в Америке, в Европе вообще. Но это быстренько, раз, раз, раз и никуда не придалось согласки. В других движениях есть точно такие же плевелы, но нам нужно обращать внимание не на плевелы, а на пшеницу. Я верю, дорогие друзья, что настанет время, что, вот смотрите, сколько ушло пасторов? 10, 15, сколько есть? 300, и будет еще больше. Сегодня, если мы заговорили про Красноярскую церковь, представьте, эти люди, они выросли на учении пастора Алексея, и буквально недавно прошла конференция, где почти две с половиной тысячи человек собралось на этом служении. На одном из вечерних служений покаялась 200 человек. Это пшеница, друзья, это пшеница. Я вообще верю, что даже те, кто ушли, они вернутся. Пройдет время, они вернутся. Представьте себе, 10 лет назад мы в Красноярской церкви выходили из другой церкви, в недрах которой мы были. И, знаете, может быть, молодые, неопытные, выходя из этой церкви, хлопнули дверью, да, и вот, все, как вот, все плохие, одни мы хорошие. Прошло время, Бог мозги немножко на место поправил, говорит, эй, помимо вас крутых, есть еще и другие нормальные, хорошие, благословенные церкви и движения. И уж поскольку мы из той церкви вышли, потом пришло время примирения, мы помирились, и сегодня на десятилетии, на день рождения на конференции сидел пастор той церкви, из которой мы вышли. То есть, представьте, мы оттуда вышли, четыре года они за нас молились, как за отступников, чтобы мы вернулись. Потом они увидели, что мы все-таки не отступники, и мы патриоты нового поколения, и они с этим согласились, но потом все равно было время и какие-то годы, когда мы на расстоянии друг от друга. Но знаете, когда все равно оно родное, а на сегодняшний день это две самые быстро растущие церкви в Красноярске, миллионный город. У них где-то человек, может, восемьсот, и у нас там по тысячу. И все-таки пришло время примирения. Дьявол посеял плевелы между нашими отношениями. Но если бы ты бы через лупу рассматривал бы эти плевелы, то никогда бы ты больше мирно сосуществовать на территории бы на этой не стал. Но когда ты потом сеял добрые семена, я помню время, когда мы пришли и примирились с этой церковью, и сегодня он сидит на служении, на конференции, и там, когда уже потом в конце было лидерское служение, он говорит, слушайте, я знаю, этот дьявол посеял между нами вот эти вот проблемы и раздоры, давайте вместе служить Богу. Это благословение, когда мы объединяемся. Но прошло десять лет. Я верю, дорогие друзья, сколько, семь лет прошло, еще три года пройдет, и вернутся, кто споет еще Арию Петра здесь на этой сцене и поучаствует в программах церкви. Амин! Я не знаю, как насчет Арии Иуды, но Арию Петра, пастор, точно исполнят. Амин! Дорогие мои, не зацикливайтесь на плевелах, продолжайте сеять пшеницу. Не зацикливайся на проблемах, продолжай служить Богу. Продолжай служить Богу. Продолжай служить Богу. Откровение 22 глава. Это меня тянет сегодня в Откровение. 22 глава. С 10 стиха прочитаем. И сказал мне, не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный, пусть еще делает неправду, нечестивый, пусть еще сверкается, сквернится, извините. Праведный, да творит правду еще, и святой, да освящается еще. Сегриду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Амин. Придет жатва от Господа, и жатва все поставит на свое место. Ты смотришь сегодня, взошли плевелы, не обращай на них внимания. Послушайте, мы можем мирно сосуществовать и с нечестивыми, и с отступниками, и с теми, и с теми. Бог все расставит на свои места. Не ты, не человек, Бог все расставит на свои места. Что нужно делать нам? Продолжать служить Богу. Продолжать говорить о тех откровениях, о которых мы говорили 10 лет назад, 20 лет назад. Продолжать утверждать, что новое поколение станет матерью тысячи церквей. Амин. Всего 700 еще добить осталось, друзья. 300 уже есть, еще 700 добить осталось. А? Не так уж и много. Поэтому не смотри на то, что народу стало меньше в церкви, на то, что кто-то ушел, на то, что кто-то стал процветать без Господа, на то, что кто-то начал там что-то делать. Это плевелы. Не обращай на это внимания. Обращай внимание на пшеницу и продолжай сеять и сеять еще. Амин. Давайте откроем Малахии третью главу. Малахии третья глава. С 14 Вы говорите тщетно служение Богу и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде при лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменным надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Савов, собственностью моей в тот день, который я соделаю и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. и тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим ему. И сразу откроем Матфея 13 главу. Пожалуйста, пройдите за клавишей кто-нибудь. Матфея 13 глава. 41 стиха еще раз. Пошлет Сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все сооблазны и делающих беззаконие и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют как солнце в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Вот будет кульминация. И кульминация будет таковой, что жатва все расставит на свое место. Не нам с вами нужно заботиться о том, чтобы вырывать плевелы. Поймите, плоть не изменит плоть. И дьявол пытается сегодня отвлечь наше внимание, отвлечь внимание, чтобы мы больше зацикливались на этих плевелах. Но даже если ты их вырвешь, что ты с ними сможешь сделать? Это Бог поручил нелюдям, это Бог поручил ангелам, и они придут, и это будет жатва. Но у меня вопрос, что делать? Постоянно жить с этими плевелами? И знаете, я для себя получил откровение, которым я живу, я могу приблизить жатву в свою жизнь. Как приблизить? Если сегодня мое поле, которое из 10 гектар, 100 гектар, лишь на одну треть засеяно, то я, засеяв это поле полностью, таким образом, дам Богу знак, дам Богу понять, мне нужно, чтобы пришла жатва. Бог ждет, чтобы ты засеял свое поле. Бог ждет, чтобы ты засеял добрыми семенами, и когда придет жатва, тогда Он вырвет и плевелы, тогда Он вырвет и то, что тебя раздражает, то, что тебя угнетает, то, что не дает тебе жить комфортно, и ты получишь огромное, огромное благословение. Амин. Я бы хотел сегодня, чтобы мы особенным образом совершили молитву за всяких людей, за каждого человека, который сегодня отступил от Бога. Вы знаете, мы с вами можем быть оружием дьявола, но можем быть также и добрым семенем в руках Бога. И когда речь идет о тех людях, кто отступил, когда речь идет о тех людей, кто ушел из церкви, по разного рода обстоятельствам, причинам, даже не думаю, что есть смысл их сейчас как-то обсуждать, но просто ушел. Бог смог, дьявол смог посеять в их жизнь плевелы, и этих плевел оказалось больше, нежели пшеницы, и их сегодня нет. То у меня вопрос, а какие мы семена сеем на их поле в их жизнь? Можно сеять семена осуждения, можно говорить, да, этот вот засранец был тут что-то, сидел с нами, служил, руки поднимал к Богу, ушел потом, плюется в нашу сторону, все, нечестивый, а можно сеять другие семена, можно сеять семена ходатайственных молитв, можно сеять семена не осуждения, но благословения в их жизнь, и наполнять это поле добрыми семенами, приближая жатву от Бога. Амин. Давайте мы поднимемся. и когда мы будем молиться сейчас за отступников, мы будем сеять эти семена и приближать добрую жатву. отец, я прошу тебя, чтобы ты высвободил сейчас в этом месте свое могущественное присутствие. Драгоценный Дух Святой, мы верим, что жатва все расставит на свои места. Мы верим Бог, что на этом поле, когда мы сеем добрые семена, не наша вина, и приходит враг человек, не наша вина, что сходят плевелы, и не наша ответственность вырывать эти плевелы, но мы можем засеять, приближая жатву, добрыми семенами, семенами ходатайственных молитв, семенами доброго исповедания. Бог, мы говорим, может ли быть отнята добыча усильного? Да, так говорит Господь, и добыча сильного может быть отнята, и могут быть выведены сыновья и дочери, взятые в плен, доставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и обратиться к Господу, Богу нашему, и Он помилует его, ибо Он многомилостив. Дух Святой, мы посылаем сейчас добрые семена в их жизнь, мы посылаем семена веры, мы посылаем слова веры, исповедания веры, всякие, кого дьявол обманул, кто вкусил плевелы, кто отравился, соблазнился Господи, кому дьявол наврал, и Он обратил свой взгляд на неудачи и поражения, стал тонуть, как Петр, который вышел по вере, и едя по воде, увидев сильный ветер, он начал тонуть, но ты подошел к нему, взяв за руку, поднял и ввел лодку. Господь, мы молимся за каждого отступившего. Мы благословляем их, пусть ангелы твои принесут добрые семена, пусть будут вырваны плевелы во имя Иисуса. Шоу лем бло сон то лори, лама шата ла бла бады гида лама, лен то лоро мо шата ла бло сутия, глоу лама джен де ле бло бады де ле ле бло лоба, раба ма шата ла бла кандала лама сан то ло ло бло шо то лоу. Мы благословляем всякого, кто отступил, кто попал в жизненные трудные обстоятельства, и мы готовы, как отец, который встретил блудного сына, мы готовы, Бог, открыть объятия, мы готовы посеять любовь, благословение, благодать в их жизнь, мы готовы, как церковь, блэн чо мосо то лори, блоу шата ла бла меси то ло бра ма ла лама, ламэ то ло бра ка та ла ла боу, пусть царство Божье придет, полноте в силе царство Божье, шо то ла глема сан то лама, ла му ша то ла бро со то леди ки то ла болори, халлелуя. И давайте мы, дорогие друзья, соберем сегодня наше добровольное пожертвование. Я также хочу сказать каждому человеку, знаете, есть моменты, когда ты сеешь, когда ты сеешь добрые семена, и вдруг в твоей жизни могут всякие разные обстоятельства произойти. Я помню, как однажды одна женщина подошла и говорит, вы знаете, я исправно хожу в церковь и уже пять лет приношу каждый день десятину пожертвования. Ну вот так произошло, что когда я ехала в автобусе, у меня украли кошелек. И такой плевел, знаете, вылез, корявый такой. Казалось бы, ну где защита от Бога, где местописание, что пожирающее там и все такое. Вы знаете, мы начали размышлять, я помню, я и привел пример, есть четыре вида почвы. Четыре вида почвы. Помните в этой притче про Сеятеля? И там написано, что одно при дороге, другое на каменистую почву, другое в тернии, и лишь одно попало на добрую почву. В добрую почву принесло плод тридцать, шестьдесят и в сто крат. Я говорю, смотрите, есть в нашей жизни каменистая почва? Да, конечно, есть. Иногда бывает, ну, сеешь туда, где вообще не всходят. Приходишь, знаешь, при свете ламп в магазине, тебе та, которая рубашка понравилась, одел, померил, купил, домой приходишь, думаешь, блин, нафиг она мне нужна была. Купил ее, и она висит в шкафу годами, потом находится какой-нибудь брат, которому она понравилась, и ты благословляешь. Ну, у сестер это чаще бывает. Есть в тернии мы сеем, знаете, когда, когда, я помню, мне мама звонит и говорит, сынок, я выиграла пятнадцать тысяч рублей. Я говорю, а как ты это выиграла? Она говорит, да вот телевизор включаю, такая девушка красивая с косичками, какой-то кроссфорд у нее на доске, и там слово нужно отгадать. Ноля начинается, ногушка кончается. И смс-ку надо написать. Ну, я, говорит, написала, и я говорю, мам, подожди пятнадцать минут. Она мне через пятнадцать минут звонит, говорит, минус тысяча рублей на счету. Знаете, лохотрон в России, вообще это просто по полной программе. Так тоже иногда в нашей жизни бывает. Есть третий вид почвы, когда, вот знаете, хочется или нет, а нужно кушать, одеваться, и все такое, и все такое. Но мы с вами, дорогие друзья, благословлены тем, что мы имеем возможность сеять в почву Царства Божьего, сеять добрые семена. И когда мы с этой женщиной разговаривали, я говорю, слушай, а сколько у тебя, как она говорит, ну я вообще, говорит, на пенсию живу. Я говорю, слушай, на пенсию живешь, а сколько у тебя десятина? Она говорит, ну в два с половиной раза больше, чем моя пенсия. Я говорю, вот это дает возможность только семя, которое посеяно в Царстве Божьем. Амэн. Поэтому, какие бы плевелы бы ни сходили, дьявол хочет так же подлинно прийти и сказать, ну ты же ведь добрые семена сеешь, ты же ведь церковь в десятину приносишь, ты же ведь то-то, то-то, то-то делаешь. Слушай, только благодаря тому, что ты приносишь в церковь десятину, приносишь в церковь пожертвования, благодаря этому семени Бог тебе дает тридцать, шестьдесят и во сто крат. Поэтому не перестань это делать и не закрой для Бога еще один источник благословений в твою жизнь. Амэн. Пожалуйста, можем пустить сокровищницы. Аллилуйя. Религия тяготеет к иллюзиям, но вера к правде жизни. Поэтому правда такова, что в нашей жизни могут быть разные обстоятельства, но все рожденное от Бога победит этот мир. Дай Богу большие-большие аплодисменты. Аллилуйя.